Здравствуйте! На портале Exeget.ru с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 8 стих 15 главы книги Исход. «От дуновения твоего раступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря». Эти слова возвращают нас к истории исхода народа из Египта «Раступились воды Красного моря». И эти слова, они навсегда выгравированы в молитвах каждый раз, когда мы празднуем Пасху или празднуем другие события, связанные с Пасхой, с освобождением, с воскресеньем. Мы вспоминаем об этом событии вновь и вновь. И действительно, этот момент, когда воды Красного моря раступаются, было каким-то величайшим чудом. И сегодня в связи с этими словами хотелось бы вместе поразмышлять о том, что такое чудо, и как к этому относиться правильно глазами веры, каков смысл чудеса. И прежде всего давайте вспомним о том, что в тот момент, когда всадники египтян нагоняют, настигают народ Израиля, сыны Израиля прошли среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. То есть представить себе вода, которая обычно всегда занимает горизонтальное положение, вдруг принимает вертикальное положение. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеной по правую и по левую сторону. В то время как для одних вода превращается в стены, которые их защищают от хаоса и смерти. Для других эти же воды становятся водами смерти. В них колесницы фараона утопают. И прежде всего, конечно, когда мы размышляем об этом, особенно вместе с детьми или с людьми, которые задают встречные вопросы, то очень часто мы ставим акцент на том, что это событие имеет какой-то сверхъестественный аспект. Потому что обычно вода течет и принимает горизонтальное положение. И здесь вдруг море разделилось настолько, что обнажилось дно. И тем самым как будто законы физики, законы природы кто-то отменил на время для того, чтобы совершить нечто. И поэтому, конечно, это какое-то сверхъестественное вмешательство, потому что естественные законы в этот момент вдруг приостанавливают свою силу. И это не имеет никакого научного объяснения. Но если прислушаться внимательно к самому повествованию, то можно услышать и другой мотив, и он гораздо важнее. Говорится о том, что Моисей по повелению Бога простер руку. И в этот момент Господь гонит сильный ветер, восточный ветер, всю ночь, так что воды раступились. И здесь как будто дается естественное объяснение тому, что происходит. Потому что действительно может падуть такой сильный восточный ветер, который на протяжении нескольких часов, отгоняя воды, может произвести вот такой необычный эффект. Но смысл всего этого, потому что мы же читаем повествования о чудесах не просто для того, чтобы испытывать какое-то изумление, восторг, какие-то чувства, потрясения, но для того, чтобы увидеть в них смысл. Говорится о том, что наутро Господь возрел на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел их в замешательство. И отнял колеса у колесницы их так, что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от изрелитян, потому что Господь поборает за них против египтян. И здесь больше говорится о какой-то иронии, потому что действительно в пятикнижии очень часто, например, история вавилонского столпотворения, это история юмористическая, они рассказываются с иронией, там очень жестко осмеивается горделивое название Вавилон, врата неба, нет, вы не врата неба, вы то место, где образовалось великое смущение и хаос, там Господь перемешал все. Башня, которую народ создает для того, чтобы штурмовать небо, служит ему такой лестницей, по которой он спускается, посмотреть, что же здесь происходит. Там очень много юмора и иронии. Точно так же и здесь есть гордыня людей и ответ Бога, который приводит в замешательство и постыжает сильных века сего людей горделивых. И дело в том, что основой военной мощи египтян и почему армия египтян была в то время совершенно непобедима, потому что в их распоряжении были кони и были колесницы. И еще во времена Соломона, пять столетий спустя, Соломон приводит из Египта эти колесницы, за которые платят очень дорогую цену и приводит коней, которые тоже стоят очень дорого. Их покупали на золото. И понятно, что та недвижимость, та военная техника, которая в руках египтян, она стоит очень дорого, поэтому они ее боятся просто так бросить в море. Именно поэтому они погибают. Мы к этому вернемся. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание о том, что некоторые современные ученые пытаются объяснить естественное происхождение этого чуда, потому что, скорее всего, то место, где народ переходил через море, оно не было глубоким. И, скорее всего, по этому месту по дну проходил некий горный хребет, который обычно покрыт водой, но иногда при сильном восточном ветре то он выступал из воды. Это серьезно обсуждается, потому что хорошо известно, что иногда перепады в уровне воды, если дует сильный ветер, достигают пяти метров. То есть, вполне может быть нечто подобное совершенно объяснено законом природы. Например, существует свидетельство о том, что когда Наполеон со своей армией входил в Суэцкий залив, он едва не погиб от внезапного прилива, потому что вдруг начинает дуть сильный ветер, и уровень воды резко повышается, но точно так же он может и понизиться. И так ветер оголил горный хребет на морском ложе, и последствия были драматические, потому что израильтяне, которые шли в общем-то с пустыми руками, они были в колоссальном преимуществе по сравнению с египтянами, у которых была тяжелая колесница, и понятно, колеса этих колесниц просто увязли в грязи. Наверняка они пытались освободить эти колесницы из трясины, но все усилия приводили к тому, что они лишь погружались все глубже и глубже. Поэтому египетская армия дальше не могла продвинуться, но точно так же она не могла отступить. Дорогие колесницы они не решались просто так бросить, и в этом смятении они не заметили, что ветер утих, и вода возвращается. А когда они уже это поняли, то было слишком поздно, они оказались в ловушке. Горный хребет теперь был покрыт морской водой во всех направлениях, и вот этот участок суши, на котором они находились, уменьшался с каждой минутой. Таким образом, самая сильная, самая непобедимая армия древнего мира была побеждена, и ее победила не другая, более могущественная армия, не противоборство другого народа, но собственная слепота, такое сильное рвение захватить беглецов, что они не задумывались над тем, как смогут двигаться на своих колесницах по трясине. И вот перед нами возникает две перспективы, два взгляда на одно и то же событие. Одно естественное, где все понятно с точки зрения законов природы, другое сверхъестественное. Сверхъестественное видение стоящих вертикальных вод, конечно, нас впечатляет. Именно оно осталось в памяти Священного Писания и в наших богослужениях. Но не менее впечатляющим является и естественное объяснение. Сила египтян в действительности сыграла против них, она стала их слабостью. Слабость израильтян обернулась их силой и преимуществом. И нравственный смысл происходящего и присутствие Бога здесь, конечно, является очень важным преимуществом. Египетская армия, которая упивается своей силой, оказалась слабее самых слабых, а самые сильные оказались сильнее самых могущественных. То же самое случилось однажды и с пророком Валаамом, языческим пророком, который очень гордился своим даром пророчества, своей силы, прорицания, но однажды он оказался в такой ситуации, что осел, который видит невидимого ангела, был лучшим пророком, чем Валаам. Поэтому необязательное чудо должно отменять действие естественных законов природы. Это может быть случай, который имеет вполне себе естественное объяснение, но тем не менее он в нас вызывает удивление, потому что заставляет задуматься о чем-то более важном, в частности, даже самый закоренелый скептик в какие-то моменты может ощутить божественное вмешательство в свою собственную судьбу. Слабые, кто были в опасности, спасены. И самый главный нравственный урок, конечно, человеческая гордыня всегда наказывается возмездием, гордые всегда бывают униженные, и прежде всего они бывают унижены тем, что их здравый рассудок изменяет, и они оказываются в отрыве от реальности, поэтому неизбежно унижение. И наоборот, те, кто был унижен, кто был обездолен, они могут быть вознесены. И в истории есть свое правосудие, иногда оно бывает скрытым, иногда оно вдруг так обнажается и проявляет себя с таким великолепием. Моисей был величайшим из пророков, но не потому, что он совершал какие-то сверхъестественные дела, не потому, что он был способен рассечь море, но потому, что с высоты горы Синаи он принес народу Слово Божие. Пророк это не тот, кто способен творить нечто немыслимое, потому, что очень часто какие-то чудеса могут совершаться и с какими-то магическими силами и поэтому могут иметь совершенно другое значение, но самое интересное и самое главное во всем этом только то, что за этим стоит Бог. И может быть таким вот скрытым чудом, но не менее очевидным является красота Вселенной, гармония, которая нас окружает и сам факт того, что мы существуем это те простые, доступные нам явления мира, которые указывают на какую-то реальность, которая может стоять за этим. Эйнштейн говорил о том, что Бог не бросает кости, он никогда не играет в азартные игры. Потрясающая сложность жизни, красота этого мира, все это являются теми чудесами, которые невидимым знаком указывают на присутствие Бога. И, конечно, чудеса это то, что не отвергается наукой, но то, что требует от нас мудрости для того, чтобы его правильно расшифровать и интерпретировать. Переход через Красное море дает и ту, и другую возможность. Тот, кто больше любит физику, пусть это объяснит законами физики. Тот, кто больше любит нечто сверхъестественное и божественное, может объяснить так. И то, и другое доступно, и поэтому в идеале всегда держать и то, и другое вместе. Одно не исключает другого, но, может быть, самый главный урок, это, конечно, урок того, что, когда восточный ветер может оказаться чрезвычайно сильным, настолько, что происходит нечто, благодаря чему тот, кто не был непобедим, постыжен в своей гордыне, и все эти события остаются как некое напоминание для того, чтобы мы о них не забывали, но прежде всего всегда видели в этом какой-то нравственный урок и какую-то мудрость. На портале Экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...